Мы тренируемся ставить палатку, и через пару дней нам эти навыки понадобятся. Я в туризме уже очень давно. Если честно, я хожу в походы для какой-то перезагрузки и в первую очередь для того, чтобы отдохнуть. Я нигде не сплю так сладко, как в палатке. У вас в этом наборе, кстати, будет еще свечка. Если снег будет прилипать, а это возможно, что твоя температура, то свечкой прям все антирейсы будут, тогда не будет такого народа. Для меня самое важное было собрать максимальное количество информации о том, какие условия у них будут, что может произойти, или даже банальный вопрос. Там сейчас полярный день, а нужно ли в такой ситуации налобный фонарик или не нужен? С 2008 года, почти что каждый год, я ходил с ребятами на Северный полюс. Сейчас у нас абсолютно новый маршрут. Мы будем идти по побережью. Что мы там увидим? Какие там будут торосы? Какой там будет снег? Какой там будет лед? Значит, это вот все нам предстоит увидеть. И для меня это будет абсолютно новая история. У нас очень сильная команда. Ребята, которые долго мечтают о том, чтобы оказаться на севере. Я хочу отправиться в Большую Арктическую экспедицию, потому что это незабываемый опыт, потому что это мировой уровень. Мой прадедушка был геодезистом и работал на Северном полюсе. Хочу тоже прикоснуться к этому месту. Я мечтала об этом с класса 6-го. Для меня это было как просто какое-то волшебное, необычное место. По мере взросления я начала изучать науку, биологию, химию, увлекаться всем этим научным миром. И для меня мы с Челюскиной и Арктика в том числе стали не просто интересным местом, красивым, а каким-то интересным, наполненным наукой и какой-то необычной жизнью местом. Арктика зовет!